Здравствуйте, с вами снова Коутон, это патч 5.4 Патч получился крупный, но, к сожалению, он не справляет то, что наворотили риоты с патчем 5.2 и в целом с некоторым изменением меты В патче 5.2 убрали Deathfire Grasp и Riot Games до сих пор разгребают все те проблемы, которые это вызвало Причем разгребают они их, как вы увидите в этом патче, очень странными способами Ну ладно, давайте перейдем Первое изменение у нас Джанны, очевидный нерв Ей изменили пассивку Во-первых, пассивка не работает на Джанну Плюс к этому она работает только тогда, когда бегут к Джанне То есть смысл в том, что работает так же, как и Enchant Captain на ботинке Но увеличили силу, ее пассивки было 5% стало 8% Рейндж было 1000, стало 1250% Чтобы Джанна, ну, не была слишком медленной Ей добавили movement speed на V То есть для нее ничего не изменилось Было 4 defuse 12% Стало 9.17 Джарон Многие кричат, что этот нерв убил Джарон Лично я вижу это как просто нерв лейта Джарону бафнули стартовый армор Был 24, стал 27 Но убрали бонусный армор с флага Было 10, defuse 22, стало 0 Почему же все кричат, что это безумный нерв? Потому что думают, что Джарон теперь не сможет фармить джангл Типа минус 10 армора Понимаете, флаг далеко не всегда висит То есть вот эти вот плюс 10 армора И я не могу сказать, что Джарон не сможет фармить лес Да, может быть чуть-чуть будет сильнее проседать Нет, ничего в этом плане не изменилось для Джарона То есть этот нерв, это именно лейтгейм Джарона То есть кто-то, тот кто максил флаг вторым Да, он ощутит этот нерв просто страшно Потому что, ну, сами подумайте С каждым левлом вы будете получать меньше, меньше Еще раз меньше армора Естественно, это нерв Другой же момент Те, кто максил, а это большинство На Джароне вторым в Ну ладно, в лейте у вас будет меньше армора на 19 На 18 То есть лично я Я не думаю, что это какой-то сумасшедший нерв Да, стал слабее Стал ли слабее на очень многое? Нет, ни в коем случае Первый нерв калисты Я вас уверяю, будут нервы еще Я думаю, я дам калист еще 2 нерфа То есть вот после этого всего будет где-то нерфа 3 Этот нерв Я не играю на калисты Поэтому я точные там скалирования ее от атак спида Не знаю даже визуально Но в целом Смысл в чем? Было быстрее она автоатачила Ну вот этот вот знаете Перед прыжком как бы Автоатака была на 100% Теперь на 66% на атак спид То есть в целом это нерв атак спид калисты А так как они все собираются через Боттерк Хорикейн Это нерв калисты приличный Здесь же другой вопрос Сделали эту ее бесполезной? Нет, ни в коем случае Калисты до сих пор сумасшедшие Просто она стала чуть-чуть менее сумасшедшая Естественно калисты на данный момент Если человек на ней умеет играть Это просто сумасшедший Безумный и дисбалансный Чуть более чем полностью А вот теперь можно сказать пока Косодин, прощай Riot Games довели персонажа До того, что ему нужен еще один реворк И это бред Вот это бред полный Косодин был совершенно дисбалансен До его самого тогда первого реворка Когда ему сделали, что типа Вейта обнуляет автоатаку Ну, если вы играли, вы помните У него был реворк До этого он был просто сумасшедший Косодин прыгал и сейчас то он ваншотает А тогда он убивал всю команду там с прыжка Косодин был безумен Косодин сейчас силен И то, что они сделали вот этим вот изменением Реворк рейндж был 700 Стало 450 А кост маны 75-60 То есть было там 75-150 Там 600 вроде Подожди 300-600-1200 Теперь будет 60-120-240-480-960 Нерв Это безумный нерв Смысл теперь в Косодине У него будет прыжок Не знаю, как у Физа Ешка Я думаю, даже рейнджа меньше 450 Это чуть ли там не флэш Это просто смешно Как за Косодина теперь ганга Через, вот например, на бутлейн Ты не сможешь прыгнуть нормально Через стенку Это убийство персонажа А Riot Games Ну, откровенно говоря Они признали, что их ревор В конечном итоге Был говно Ну, он был нормальный Все играли на Косодине Только он, опять же, был дисбалансен И дисбалансен еще раз И теперь его опять надо менять То есть Косодина опять надо менять Его нужно теперь реворкать Бредовая ситуация, если честно Которая, ну, лично мне Я не могу сказать Я никогда не считал Косодина Ну, вот как бы последние патчи И не считал его ОПшным Я его считал сильным Просто против Косодина Надо уметь играть И все Сейчас, ну, прощай Катарина Пассивка Как работала пассивка? Если вы находились в комбате Если человек, на которого вы Ну, повесили дэмэдж Ну, использовать, например, комб Получил дэмэдж, да Находился тоже в комбате Если во время того, как он в комбате Он умирает Вы получали резет Теперь же Вы будете получать резет Только через 3 секунды После того, как вы нанесли дэмэдж Если проходит больше 3 секунд То резет вы не получаете Что это означает? Это нифига не означает Да, естественно, спора нет Какой-то это нерв То есть, любое изменение Которое типа нерв Это нерв Но Изменилось ли это что-то Катарине? Стало она менее безумно? Нет, ни в коем случае Катарина сейчас Ну, это просто Это сумасшедший пик Опять же, в соло-ку Большинство Катарин Которые хотя бы чуть-чуть Умеет играть на Катарине И берут это А-ля 20-0 По крайней мере Так играется В Даймонде Я думаю, чем ниже Элла Может быть, там меньше Катарина Хороших Но Ульта, которая бьет нам Фулл ХП А Дайкерри за полсекунды Ну Неприятно Чего Лисандра Гласил пас Ее Ешка Я это, кстати, недавно в стриме Показывал Ее можно было сделать невидимой То есть, если вы ее пускали Как бы В стенку Вы могли через стенку Пролететь В определенных случаях Если вы правильно Используете Е Ваш оппонент Просто даже не видел Этого ганг Вы получали Вы появлялись Из ниоткуда Анимации Ешки Не было Вот этого Клыка Теперь он будет Всегда показываться То есть Ну Такой своеобразный Нерф Лисандры Естественно Ничего не меняется Это далеко не всегда Использовалось Далеко не всеми Вот изменение Которое я говорил Riot Games Разгребают Проблемы Которые Были Созданы Убиранием Десфайр Гасбер Как они Разбирают Проблемы Они меняют Персонажи Вместо того Чтобы прикручивать Скейлы Или думать Реворкать Их по нормальному То что они делают Ну типа Не ребята Мы в общем Знаем Что у Вигара И у Мордекайзера Упал винрейт Мы их в принципе Реворк то и не будем Мы Обилочки Менять не будем Но мы сделаем Просто Какое то там Изменение Такое знаете Непонятное Почему я говорю Что изменение Непонятное Потому что На мой взгляд Этот нерв То есть Что Вигара Что Мордекайзер Это нерв Причем нерв Серьезный И который Нифига Непонятно Почему Потому что У Вигара Был винрейт Насколько я помню До нерфа Досфарграс 51% Сейчас Ну чтобы не врать Почему бы и нет Лолкинг Давайте вот так вот Делаем Лолкинг Чтобы не врать Был вроде 51% До Убирания Досфарграс Про Мордекайзера Не знаю Сразу говорю Давайте вот так Вигар Стал Стал винрейт 47% И он падает Мордекайзер Винрейт Он всегда Вроде был Маленький Так стоп Мордекайзер 50% То есть В принципе Винрейт Неплохой Да Здесь учитывается Норма И вся фигня Но поверьте мне В ранкидах Там на галде И платине Как был 50% Так и остался Вот у Вигара Винрейт Очень сильно Упал То есть 4% Что они делают Во первых Они Нерфят Хелс реген Заметьте Это базовый Хелс реген То есть Базовый Хелс реген Это Это прилично На 5 То есть Итемы Которые дают Любой Хелс реген Мордекайзеру Их Слава богу Очень мало Но Как факт Они есть Они убиты Для Мордекайзера Потому что Это наверное Самый низкий Хелс реген Вообще В игре Может быть Урин меньше Хотя Вроде там 4.5 Мейз Добавили Рейндж Автоатаки 75 То есть Добав Уменьшили Хелс кост Добав Это единственный Бав В Теперь Вы можете Выкидать На Кого-либо Другого И сами Тоже Получать В То есть В целом Мордекайзера Должно Стать Больше Дэмэджи В принципе Должно Быть Ну Интересное По идее Решение Но Они Нерфят Дэмэджи Нерфят Прилично Был 24 8 Стал 20 68 И Абилити Пауэр Скейл Был 02 Стало 0 15 Проблема В том Что Практически Ну Против Наверное 70 Процентов Лейнов Мордекайзер Максит Не А В И Нерфя В Вы Нерфите Мордекайзера Ну Единственное Здесь Плюс Что Хелс То есть Был 50 Стал 40 Ну Кост Хелс То есть Да Это Приятно И Вы Получаете Моломен Спит Когда Вы Бежите К Цели Также Они Нерфят Ульту Причем Нерфят Ульту Они Приличны Мордекайзер Получал Ну По идее Он получал 20% Атак Дэмэджа И 20% Абилити Пауэра Теперь Он получает 25% Бонус Хелс И 30% Абилити Пауэра Если Так Подумать Зачем Мордекайзеру АД На самом Деле Это Нерф Почему Потому что Мордекайзер Как правило Ультовал Кого Он ультовал Естественно Или АП Кэри Или АД Кэри То есть Он получал Гораздо Больше АД На Ку То есть Мордекайзер И Ку Скалируется Именно АД Плюс Там Была Довольно Таки Своеобразная Зависимость Ульта Мордекайзера Скалировалась От Его АД То есть Он получал Дополнительно АД Его ульта Становился Еще Сильнее То есть Если Мордекайзер Ультует АД Кэри У которого Нет Бонусного Хелса Это Очевидно То Ну Есть Но Очень Мало Он Приличный Нерф Ульты Плюс К этому Ульта Мордекайзера Теперь Немного По другому Работает Как Ульта Ну Копия Получала 75% Total Attack Damage Мордекайзера Total Attack Damage Мордекайзера Он в районе Сотни То есть Плюс К этому Дополнительные 20% Идут От Копии Которые Получать В общем В целом Так Если он Еще Собирал Ганплей Что В принципе В лейтгейме Делали Мордекайзеры Да Эти Не будем Использовать А Копия На 16 Левле Получала Что То В районе Плюс 180 Damage Теперь Она Получает 25 50 100 То То есть Это Нерф Ульты Это В принципе Я считаю Нерф Это Нерф Хелстригена И Откровенный Баф Только Ку Ну Десфарграспу Убрали Винрейт Мордекайзера Понизился Давайте Его Еще Понерфим Ну Ладно Наверное Небольшой Баф Ренгера Почему Баф Теперь У него Его Тринкет Который Давал Стаки Да То есть 20 Стаков Он Теперь Его Не Будет Это Будет Просто Его Пассивка То есть Естественно Это Баф Потому Что Теперь Энгер Может Покупать Нормальные Тринкет И улучшать Их За 250 То есть Прекрасно Скетерзовик Синдры То есть Опять же В патче 5.2 Они Ее Понерфили Даже В патче 5.1 Вроде 5.1 Ее Понерфили Скетерзовик То есть Он Станет Чуть Чуть Пошире Синдры Сейчас Редко Пик Хотя Я Считаю Что Это Сильный Пик Вигр Еще Одно Изменение То есть Удачи Как бы У Вигера Была Удача Винрейт Упал На 4% Будет Падать Еще И теперь Вигера Понерфили О да Теперь У него Ку Это Скиллшот Был Рейн 650 Стал 850 Кулдаун Был 8 Дефис 4 Теперь 7 Дефис 5 То есть Еще Нерв Потому что Макси Легко А проблема В том Что Скиллшот Ну ладно Удача Добивать Крипов Скиллшот И так далее Это же Наоборот Хуже Потому что Он еще Проходит Через Первого Вы не Можете Теперь Филигранно Добивать Как бы Добил Одного Подождал Кулдауна Опять Куй Добил Второго Крипа Нет Теперь Это будет Смотреться По другому Кинул Ку Она Убила Там Еще Какого Нибудь Крипа Или Сняла Ему ХП Стала Добивать Еще Сложнее То есть Естественно Это Закровенный Нерв Это Нерв Ку С другой Стороны Харасить Конкретно На линии Стало Проще Проблема В том Что Вейгар Это Персонаж Не Хараси Вейгар Это Персонаж О том Нафармиться Убить Ну Неудача Dark Matter Был 70 110 Ман Теперь 70 90 Мана То есть Прилично И Куда Он Был 10 Стал 10 8 Проблема В том Что Dark Matter Максит С последним То есть Не имеет Никакого Смысла Dark Matter Максит Потому Что Стан Слишком ОП И Теперь Ну Ладно В лайфгейме Dark Matter Стал Чуть Посильнее Окей Event Horizon Еще Один Нерф То есть Логика Riot Games Честно Скажу Мне поражает Появляли Появлялся Стан Инстантом Я поэтому Очень не любил Играть против Вейгара Потому что Не было Никаких Шансов На Оверплей То есть Если Вейгар Делает Если Вейгар Играет Круто И он Делает Флэш Стан Ты не можешь На это Среагировать То есть Просто Невозможно Потому что Там Даже Анимации Нет А Теперь Нерв Рейндж Немножечко Увеличили Осталось 650-70 Кулдаун Уменьшили Был 20-16 Стал 18-14 И Монокос Чуть Уменьше Почему Я считаю Это Нерв Да Потому что Естественно Это Стан То есть Теперь Эскейпнуть Из этого Стана Можно И Шансов Что Вейгар Им попадет Станет Еще Меньше Потому что Вейгар Как правило Они косые С этими Станами Вчера У меня Был Вейгар Который Ни одной Этой Ешки Не Попадал Интересно Еще Одно Изменение Примордил Бурст Опять же Нерв Был Обилити Пауэр Рейтью 1-2 Стал 1 Монокос 100 225 Стал 125 На всех И Чуть Понерфили Точнее Бафнули Кулдаун Проблема В том Что Естественно Опять же Это Нерв Смысл Вейгар В том Что Он должен Ваншотать Цель Ну Они Понерфили Еще Дамедж В общем Одним словом Так Вейгар Поменяли Сделали Его Хуже То есть Я думаю Это Для всех Очевидно Что Сделали Вейгар Хуже Чем Был Хотя Винрейт У него Падал То есть Теперь У него Винрейт Сейчас Там 47 Посмотрели А Станет Ну Еще Меньше А Ксерат Меньше Стал Дерейшн Максимальный Станок Был 225 Секунд Я считал Кстати Очень А Теперь Стал 175 Секунд Максимально То есть Это Естественно Нерв Зелен Увеличили Базовый Армор Уменьшили Атак Рейндж То есть Это Было Правильное Решение И на Мой Взгляд Вот Это Вот Решение Которое Они Сделали Зелен Просто Монстр Мне Лично Очень Понравилось Разменение То есть Это Один Из Немногих Реворков Которые Заставят Меня Банить Персонажа Скажу Так Бомба Теперь Это Скиллшот У которого Определенный Тревел Тайм То есть Я не знаю Сейчас Патч Еще на Лайве Он не Стоит Как видите 8 часов Утро Патч Только Ставится Смысл В чем Кушка Зелен Работала Ну Она Вешалась На Цели Взрывалась Через 4 Секунды Теперь Это Просто Будет Скиллшот Который Очень Похожая Система Наверное На В Экосиопии Может Быть И Как Как То Такого Плана Или Даже Наверное Знаете Как Рыба Физа То есть Как Эро Физа Она Вперед Пролетает Вот Скиллшот И Взрывается Она Через 3 Секунды В чем Прикол Если Вы Используете Бомбу На Одну И ту Же Цель То Все Мобы Которые Попадают Во взрыв То есть Ну Естественно Первая Бомба Взрывается Вторая Взрывается Они Станется На Полторы Секунды Это Просто Сумасшествие Представьте Эту Комбу Это Просто Страшно Есть Тимфайт Влетает Туда Какой Нибудь Амуму Ну Возьмите Любого Ауе Ауе Персонажа Там Например Диана Стягивает Вы Туда Кидаете Бомбочку Кидаете Еще Одну Бомбочку Они Взрываются А у Зеленого Очень Маленькие Колдауны То есть Полторы Секунды Буквально Проходит Еще Две Секунды У него Поверляется Еще Одна Бомба А Дэмэдж Понерфили Бомб Но Это Неважно Потому Что Это Стало Реальным Скиллшотом Во первых На линии Против него Стало Наверное Стоять Проще Где-то До Левела От Девятого Когда Начинается Тимфайт А Бомбы Дилей Ну Да Дэмэдж Был 90 320 0 9 Обильти Пауэр Рейти Стал 75 308 Обильти Пауэр Рейти Естественно Бафф 0 Рейндж Стал Был 700 Стал 900 Кулдаун Заметь Был 10 Секунд Стал 12 8 То есть При Капи Кулдаун Редакшн Это 4 8 Секунды Ну Как Я И Сказал То есть Вы Кидаете Одну Кидаете Вторую Полторы Секунды И Потом Где-то Через Еще 3 Секунды Там 2 Секунды Кинете Еще Одну И Монокост Тоже Понерфили Был 70 130 Стал 60 100 Вэшка Не Уменьшает Кулдаун Ульты Правильное Решение Потому Что Ульта С 36 Секунд Это Не Круто Тайм Варп Дюрейшн Был 2 5 5 5 Стал 2 5 Но Теперь Замедление Будет Не 55 А 40 Дефис 99 И Немножечко Уменьшили Кулдаун Был 20 Секунд Стал 15 То есть При Капи Кулдаун Редакшн Рэвин Будет Полностью Снимать Тайм Варп Тоже Приятное Решение Ману Кост 50 Стал 50 70 И Чуть По Нерф Рейндж На 75 Хрон Шифт Вот Это Нерф Откровенный Дюрейшн Был 7 Секунд Стал 5 Секунд Кулдаун 180 Стал 120 60 Спал Шилд Спал Шилд Я Вчера На Шкуре Проверил Не Блокировали Спеллки Аля Авто Атаки Теперь Будет Блокировать Это Правильно Мне Вчера Например Гэнфл Критон Лучей Спал Шут А Так Сплэш Ля Ля Свиппинг Лэнс Фигня Доран Шилд Не Блокировал Сингл Таргет Спеллы То есть Доран Шилд Теперь Будет Лучше Против Персонажей Типа Кассиопе Которые Вас Харасили Ешкой А Вот Это Правильное Изменение С которым Включением Наверное Да Я реально Не ходу В жанрах А так Дамедж Был 45 Стал 40 То есть Естественно Это Нерв Как Нужно К этому Относиться Я Лично Считаю Что Голд Эффективность Арта Уменьшилась Просто На 180 Сейчас Последнее Время Пропагандируется Следующая Фишка Вы Не Улучшаете Энчант Варьер То есть Как Происходит Например Мы Играем За Ренгера Мы Покупаем Импрувнутый Смайт И После Этого Мы Покупаем Бруталайзер Но Мы Не Улучшаем Бруталайзер В Импрувнутый Итем То есть Варьер Мы Покупаем Сразу Юму После Юму Мы Опять же Не Покупаем Варьер Мы Идем В Гидру И Только После Этого Мы Покупаем Варьер Я Лично Это Не Любил Делать Потому Что Я Не Видел В Этому Смысл Я И Считал Варьер Совершенно Неадекватно А Голд Эффективным Ортом Который Просто Грех Не Собирать Но Так Делали Некоторые Люди Не Знаю Бред Теперь Может Быть Это Будет Выгодно Делать Хотя Лично Я Думаю Что Нифига Не Изменилось Варьер Да Беспамятство Голд Эффективный Энчант И Голд Эффективный Итем В любом Случае Этот Итем Очень Хорош И Его Нужно Покупать Зизирот Портал Пофигу Кстати Я тут Одно Изменение Пропустил Вот Вот Очень Важно Изменение Джангл Итем Вы Могли Менять Фиолетовый Смайт На Синий Смайт Синего На Красный С Красного На Фиолетовый С фиолетовым На Синий И Все Это За Бесплатно Теперь 255 Голды В целом Это Нерв Любых Персонажей Которые Покупают Фиолетовый Смайт То есть Потому что Фиолетовый Смайт Как правило Не имеет Смысл После Где-то Левела Шестого И Вы Хотите Его Поменять На Синий Смайт Или На Красный Смайт Ну Естественно Чтобы Тимфайт Сильнее Продолжать Играть С фиолетовым Смайтом Исключение Это Персонажи Которые Ганкеры Персонажи Аля Джарван Аля Алисин Аля Там Я не знаю Кто еще Сейчас Покупает Синий Смайт Вот Прям С первого Бэка Лично Я Сейчас С первого Бэка Практически На всех Персонажей Естественно Покупаю Фиолетовый Смайт Почему Да потому Что он Лучше То есть Фиолетовый Смайт До Шестого Лового Он Просто Лучше Он Даже Где-то До Лового Может Быть Десятого Одиннадцатого Лучше Проще Фармить Фармить На выше ХП На ганке Вы будете Выходить Быстрее Чаще На большем Количестве ХП Лично Я Скажу Честно Я Майцы Дурью Не буду С этими Сменами Джангл Итомы За 255 Голды Лично Я Буду Играть То есть Если Я беру Буду Собирать Итем С фиолетовым Смайтом То есть Ну Который Варьер Да Я буду Себе Просто Покупать Варьер Энчант А потом Уже Влейтик Если У меня Собирается Фулл Слот Я буду Продавать Варьер С фиолетовым Смайтом И покупать Варьер С синим Смайтом С красным Смайтом То есть Ну Общий Смысл Понятен Также Здесь Нерв Смайта Ну Потому Что Был Рейнж 750 Стал 500 В общем Тут Опять же Они пишут Полную Чушь Смысл В том Что Нерв Где-то Получился На 175 Рейнжа 175 В зависимости От Модельки Персонажа Прикол Заключается В том Что Вот Этот Рейнж Он Очень Нужен Он Очень Очень Вам Нужен Постоянно Всегда Нужен А Когда Вы Догоняете Цель Вам Очень Хочется На Максимальном Рейнжи Фигакнуть У нее Челлен Смайт Или Добить Челлен Смайтом После Флэша А Теперь Когда Вот Этот Будет Нерв Рейнж Ну Челлен Смайта Откровенно Стал Похоже Добавляя Что Теперь Его И Менять Нельзя Лично Я Считаю Что Опять же Фиолетовый Смайт Фузовин На Данный Момент Хотя Я Думаю Что Это Не Конечные Сори Это У нас Ничего Интересного Здесь Нет И Ничего Интересного У нас Нет Давайте Перейдем К Тирлисту Тирлистик У нас Сейчас Разверну Экранчик Тирлист У нас С Изменениями Джангл Нидали Гатер В прошлом Патче Я поставил Знак Вопроса Я Не знал Как Нидали Это Ее Изменения И Копьё Изменили В общем Нет Нидали Это Ужасный Монстр Который Просто Кошка Сатаны Гонча Ада И так далее Нидали Это страшный Персонаж Играть против Него Не то Что Неприятно Против Него Играть Больно Каждый Раз Когда Вы Играете Против Нидали Вы Просто Молитесь Пожалуйста Дебил Пожалуйста Хоть бы Это Был Дебил Потому Что Если Нидали Играет На Уровне Гат То Гат Тира Против Невозможно Играть Если Понимаете Это персонаж Которого Нет Контр Механики Вообще Единственное Вот Контр Механика Который Я вам Показывал На Стримах Это Нактер То Есть Вот Я Нашел Просто Персонаж Который Нидали Взрывает Это Нактер Наказался Пока Других Пиков Которые Ее Взрывает Я Не Нашел Которые Могут Есть Что То Сделать В Мид Гейме Я Тош Не Нашел То Есть Только В Лейте Там Какой Ни Ренгер Если Влетает Может Будь Он Шот Но Нидали Это Монстр Гат Тир Персонаж 100% И Вот Его Нужно Срочно Нерфить Патчи Этого Нет Я Добав Гатти Ренгер Я Очень Много В Последнее Время Играет На Ренгере Я Получаю Гигантское Удовольствие От Игрен Ренгере Просто Гигантское Мне До Беспамятства Я Не знаю Почему Мне Никогда Не нравился Персонаж Мне Никогда Не нравилось Как Он Ваншот И Так Далее Когда Он Был Вообще Дисбаланс Да Его Там Собирали В Танка Механик Сейчас Вот С Этими Знаками Воскресания На Цели Это Прикольно Мне Просто Нравится Персонаж Я Считаю В Довольники Скиллбейзи Довольники Сложным И Вот То Что Он Такой Ассасин Без Танка Итомов Это Тоже Круто Мне Ренгер Нравится И Он Безумно Сильный Он Кэрит Мид Гейм Он Кэрит Лейтгейм Он Тир Один Джарон Я Не Думаю Что Джарон Уйдет Из Тир Один То Я Вам Скажу Честно Не Думаю Но Я Поставил Знак Вопрос Чтобы Типа Авось Авось Окажется Вообще Не Грабин Хотя Я Думаю Что Это Минимум Тир Полтора Пик Скорее Всего Это Тир Один И Я Сюда Добавил Физа А.D. Джангл Физ Так же Очень Сломанный Пик То есть Физ Он Всегда Был Сломан Без Разницы Какой Патч Как только Вышел Физ Он Был Сломанный За счет Его Полудурочной Механики И Полудурочного Дэмэджа Собираешь Кулдаун Редакшн И Е С Кулдауном Там 4 секунды И Забей В общем Сейчас Физ Он У него Стала Сильнее Лайон Фаза Потому Что Он Раш Или Тринити И Он Слишком Сильнее Физ Его Будут Нерфить Это Очевидно Может быть Патчи 5-5 Я думаю Патчи 5-5 Может быть 5-6 Но Физа Будут Нерфить То есть Долго Этого Персонажа Пикать Не Дадут В Тир Полтора Я Опустил Пантеон Потому Что Лично Я Считаю Что Пантеон С Каждым Патчем Все Хуже Хуже Становится Мета Агрессивных Джанглеров Уходит И В Тир Полтора Я Засунул Наутилуса На месте Наутилуса Я Сразу Говорю Просто На экране Места Не было Ладно Если Без шуток На место Наутилуса Я мог Поставить Олафа Не знаю Джангл Малфита Джангл Кто Еще Маукай Вот То есть Я мог Поставить Сюда Любого Танка Джанглера Танка Джанглера За счет Нерфа Вот этого Смайта То есть Ну естественно Танка Джанглера Они собирали Фиолетовый Смайт Это очевидно И за счет Нерфа Ворио Ренчанта Танка Джанглеры Стали чуть Чуть Посильнее И на мой Взгляд Если вы Научитесь На них Играть То есть На всяких Наутилусах Вы сможете Противостоять Всяким Ви Конечно Не недели То есть Не недели Вы не сможете Противостоять Хотя Малфит Джанглера Может быть Может Ну Они стали Сильнее То есть Считайте Что Наутилус Это Представитель Танка Джанглеров Кстати Сиджуани Вот Вот Персонаж Который Стал Сильнее Во всех Планах Понерфили Ворио Ренчант Теперь Сиджуани Может играть И через Обильти Пауэринчи Ну И там И через ХП Но Топлей Изменей Никаких Нет То есть Единственное Изменение Это То что Там Физ Аля Я добавил Я не стал Добавлять Нидели На топ И на мид Потому что Я считаю Что Нидели Должна Играться Только В джанге Потому что В джанге Она совершенно Дисбалансна На миде Изменений Нет То есть Я считаю Что Катарина А Измене Есть Я убрал Джейса Смит На мой взгляд Сейчас Джейс Не очень Хорошо На миде Заходит Он гораздо Лучше На топе На миде Катарина Все еще Гатер Я добавил В тир Полтора Мальзахара И Энни Почему Я добавил Именно Этих Персонажей Они Очень Простые То есть Все же Тирлист Это Сила Персонажей Но Я должен Как бы Давать Своим Зрителям Персонажи На которых Можно Подниматься Мальзахар И Энни Это Нуб Френдли Персонажи То есть Они Настолько Просты Что На них Зафейлить Невозможно Ну Или Очень Сложно И Мальзахара И Энни Это Персонажи Аля Я Совершенно Не умею Играть Я могу Сделать Просто Флэш Ульт То есть Даже На лайнг Фазе Я Лично Брал Мальзахара На данном Мент У меня На нем 3-1 Сыграно То есть Я В первый Раз Когда я Убрал Я Даже Там Мобилки Толком Не знал Скилы И Что На него Собирать То есть Вам Ганг И джанглер Вы делаете Флэш Ульт Все Вражеский Мидлейнер Он 100% Умирает У они То же Самое Флэш Прокаст Вы Снимаете 70% В хп И ваш Джанглер Еще 30 Как бы Идиотская Механика Которая На 100% Работает А Дэкерри А я Добавил Варуса Я В последнее Время Начал Играть На Варусе Я Просто Тащусь От Него Я Как Человек Который Никогда Не Играет На Дэкерри Я Не Умей Играть На Дэкерри Я Никогда Не Умел Играть На Дэкерри Ну За Исключением Мезрила На Котором Я В Некоторых Патчах Очень Хорошо Играл Ну Ладно Варус Воистину Сумасшедший Пик Который На Удивление Сейчас Силен Он Выигрывает Лейны Он Полезен В Тимфайтах Он Сейфовый За счет Ульты У Него Очень Недооцененный Дэмэдж И У Него Прекрасный Утилити Варус Это Если Не Гатер То Это Точно Сейчас Тир Один Персонаж Которого Сто Процентов Начну Пихать Я Лично Получаю Просто Безумное Удовольствие От игры На нем А И да Кстати Если Вы играете На грейсе И у вас Идиот Саппорт Вы Ничего Не Сделаете Вы Мало Того Что Скорее Всего Проиграете Линию Если Вам Не Заганку Так И В целом Это Будет Бесить Заваруса Пофигу Вы Можете Вставить Один Против Два На Линии И Фармить Кушками И Ешками Баны Мне Попросили Я Я Читаю Я Читаю Не все Комментарии Но Вот Я Прочитал А персонажи Которых Нужно Банить Обязательно Для Банов Патчи 5.4 Нидали Катарина И Калиста Все Эти Персонажи На данный Момент Просто Геймбрейкинг Если Вы Попадаетесь Против Крутой Нидали Крутой Катарина Катарина Или Калиста Вы Проиграете Скорее Всего Потому Что Эти Персонажи Сумасшедшие Если Вы Играете Одновременно Против Нидали Катариной Калиста Вы 100% Проиграете Ну Потому Что Хотя Бо Один Из Не Идет Желательно А Это Баны Которые Можно Банить Все По Вашему Вкус Ирелия Физ Лебланка Ари Александра Ренгер Иви Лично Я Советую Банить Ирелию Физа И Лебланку Потому Что Многие Кстати Почему Я Довал Многие Пишут Что Пожалуйста Забань Ари Пожалуйста Забань Александра Я Не Считаю Что Ари И Лесандра Сейчас Это Очень Частый И Безумно Керещие Игры Александра Она Нереально Сильна Ари Сильна Но Они Настолько Сложны Что Очень Редко Когда Увидите Александру Которую Там Просто Прыгает Ешь Делает Флэш В Ульт Попитером И Выигрывает Или Ари Которая По Настоящему Умеет Кайтить По Настоящему Тач Я Лично Советую Все Ж И Реле Фис Лебланк И Если Вы Баните Джангеров Поверьте Мне Нужно Банить И Ренгера И Ви Ну И Учитывая Что Недали Эфис Все Забанены То Ренгер Это Персонаж Против Которой Играть Очень Сложно Всей Команде Сложно Если У вас Команде Начинает Кто-то Тилтить Он Ренгер Будет Это Использовать И Убивать Его Пока Чувак Просто Не Ливни Ви Ну Все Знают Как Весельная Если Вы Смотрите Стримы То Вы Это Видите Так Что Естественно Баним Вот Этих Персонажей Пикаем Правильные Пики Трай Смотрим Качественный Контент Естественно На моем Канале Всем Спасибо За Размотра Всем Пока